Добрый вечер! Первые итоги пятницы подводим вместе в студии Яна Аксенова в начале выпуска анонсы главных тем. Алтайский краевой госпиталь для ветеранов войн модернизировали и оснастили современным оборудованием. Для этого выделили около 40 миллионов рублей. Там проходят лечение и участники СВО. С начала года в регионе зарегистрировали 350 случаев дистанционного мошенничества. Самая распространенная схема преступлений – родственник попал в ДТП. Алтайские журналисты отправились в пеший поход по следам Денисовца и оказались в ледяном царстве. Экспедицию организовал общественный фонд Денисова пещера. Что интересного увидели? Начнем с новостей медицины. Алтайский краевой госпиталь ветеранов войн получит новое оборудование. Для этого выделили около 40 миллионов рублей. Во-первых, медучреждение по распоряжению президента России включено в федеральную программу «Оптимальная для восстановления здоровья» медицинская реабилитация. Оттуда финансирование более 30 миллионов. Часть оборудования уже приобрели на средства краевого бюджета. Выделили около 7 миллионов по распоряжению губернатора региона Виктора Томенко. Мы уже приготовили, мы освободили. Я некоторое переселение провела. И они уже готовятся. Ремонтируем. И думаю, к моменту закупа они уже будут готовы. Всесторонняя поддержка ветеранов войн – это задача Владимира Путина. И это в том числе укрепление материальной базы медучреждений, чтобы военнослужащие, прибывшие из зоны СВО, проходили лечение и реабилитацию в комфортных условиях. Важна эта комплексность. То есть сразу на несколько функций влияем для того, чтобы человека реабилитировать и социализировать в обществе. Поэтому задача расширить наше отделение реабилитации и сделать его современным. Так в нашем госпитале ветеранов боевых действий лечат при помощи виртуальной реальности и биологической обратной связи. Ежегодно проходит такое лечение более 6 тысяч человек. Показывайте о своей деятельности. Потому что это очень важно. Для тех сотен, а я думаю, со временем тысяч наших земляков, которые будут возвращаться, надо знать, что здесь дома ждут, дома помогут, дома будут восстанавливать, реабилитировать и так далее. Телевидение мощнейший организатор. Мы свяжем, мы выйдем. Приходите на Вести, приходите на Катуму, ко всем приходят. Хорошо, мы приходим. И продолжаем. Партию гуманитарного груза в зону СВО отправят сегодня волонтеры движения «Сибирь своих не бросает» совместно с депутатом ЭКЗС Максимом Банных. Подробности расскажет Елена Самарина. Она на прямой связи со студией. Лена, здравствуй, ты в эфире. Яна, здравствуйте. Да, действительно, очередная партия гуманитарного груза отправится в зону специальной военной операции. Уже сегодня, вот за моей спиной сейчас, вторая фура. Ее загружают, наполняют всем необходимым, что собрали волонтеры, жители Алтайского края для наших бойцов. Фуры, две фуры всего отправят. Это примерно 40 тонн груза. Что в них входит? Это для госпиталей матрасы, костыли, одеяло. Также для наших бойцов сухпайок, конечно же, тушенка. Кроме того, печки, буржуйки, беспилотные летательные аппараты. И, ну, конечно, подарки к 23 февраля как раз посылку должны доставить. Небольшие подарки собрали жители нашего региона. Это наборы для бритья. Приятные, но все-таки мелочь коню защитника Отечества. Для настоящих наших защитников, которые сейчас выполняют боевые задачи. Кроме того, здесь есть автомобили, кроссовые мотоциклы, с помощью которых операторы беспилотных летательных аппаратов смогут выполнять боевые задачи. Большое количество маскировочных сетей. И, по словам волонтеров, которые отправляют сегодня груз, о маскировочных сетях нуждаются наши военнослужащие особенно, потому что они быстро изнашиваются. И подробности об отправке груза мы расскажем в следующих выпусках новостей. Яна, у меня пока все. Передаю тебе слово. Лен, спасибо. Ждем тебя в редакции и продолжаем. В МВД России предупредили о новой схеме дистанционного мошенничества. Злоумышленники генерируют голосовые сообщения граждан с помощью искусственного интеллекта. Первый способ. Мошенники взламывают аккаунты в Телеграм и Ватсапе, скачивают сохраненные голосовые сообщения и создают из них новые с нужным контекстом. Далее злоумышленники рассылают всем контактам пострадавшего готовое аудио с просьбой одолжить большую сумму денег. К нему прикрепляют фото от банковской карты. Второй способ. Телефонный звонок. Злоумышленники прозванивают телефоны, используют голос из роликов, выложенных в социальные сети в открытый доступ, генерируют голоса близких людей жертвы, заставляют поверить в критическую ситуацию и отдать свои деньги. Несмотря на это, получив подобный звонок, сотрудники полиции рекомендуют вам положить трубку и самостоятельно перезвонить близкому человеку. Это позволит понять, что против вас использует искусственный интеллект и не стать жертвой мошенников. В Алтайском крае преступлений по новой схеме пока не зафиксировали. Самое распространенное сейчас – родственник попал в ДТП. Большинство жертв – пожилые люди. Добавлю, с начала года в Алтайском крае зарегистрировали 350 случаев дистанционного мошенничества. При этом россияне теряют не только личные накопления. Под влиянием мошенников они все чаще берут миллионные займы и переводят их к злоумышленникам. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиулина, выступая на сессии Уральского форума «Кибербезопасность в финансах». Она добавила, что ЦБ занимается вопросом финансовой грамотности. Клиентов предупреждают о мошенниках и способах обмана. Но заемные средства продолжают уходить в карман злоумышленников. По нашей статистике, каждый четвертый рубль, похищенный из банков – это заемные средства. Это заемные средства. У каких-то банков больше, у каких-то меньше. Есть банки, у которых даже половина средств, похищенных мошенниками, это те средства, которые люди взяли взайму. Чем это опасно? Люди теряют не просто свои деньги, они еще берут в кредит. Иногда большой долг должны всю жизнь, и это может просто поломать жизнь человеку. Банк России предлагает несколько мер для борьбы с кредитным мошенничеством. Среди них – отмена моментальных кредитов. Период охлаждения хотят ввести для операции на сумму от 1 миллиона рублей. Набиулина подчеркнула, нужен зазор между одобрением кредита и выдачей денег. Если меру примут, банки смогут переводить заемные средства клиенту только через несколько дней. Еще одна мера – введение лимитов на внесение наличных денежных средств в банкоматах с использованием цифровых карт. Это поможет бороться с мошенничеством в тех случаях, когда граждане берут кредит наличными в одном банке, а затем переводят их на счет преступника в другом. Алтайский край – один из регионов, в котором туристы хотят отдохнуть в этом году. К такому выводу пришли эксперты с Бераналитики. Они исследовали, где россияне планируют отдохнуть в лидерах Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва, Крым и Алтайский край. Действительно, достопримечательностей в нашем регионе немало, как и туристических маршрутов. Вот, например, алтайские журналисты отправились по следам «Денисовца». Это название пешей экспедиции, которую организовал общественный фонд «Денисова пещера». О настоящем царстве льда и снега в следующем сюжете. Обрывистый и неприступный – это «Шинок» на Алтайском. Название в полной мере описывает характер реки на вершине Бощелакского хребта. В верхнем течении она петляет по заболоченному плато, затем резко устремляется в узкий каньон. Протекает между сходящимися скалами, а в среднем образует сразу несколько водопадов. Отправляемся в настоящее царство льда и снега. Проехать можно только на УАЗе. Везет группу журналистов опытный водитель Александр Ломакин, который всем представляется не иначе, как Степаныч. Рассказывает, что еще ребенком ходил на эти призрачные водопады, а сейчас водит на них экскурсии. Более 10 километров по непроходимым дорогам машина то и дело подпрыгивает, переваливается и наклоняется. Настоящий адреналин для туристов и привычное дело для Степаныча. Каждый поход у него отдельная история. Смотрим что-то свежее. Кусты наломаны и в колодине привалены. Подходим. Корова. Ну молодая. Телка или бычок. Задраты. Медведь задерет. Потрохась ей вытаскивает все. Деликатес. Корова вымесь едает, уши отъедает. А это все закладывает. И она лежит, хвачивается. Потом как запасок пошел, все. И вот это деликатес. Ну все, посмотрели, походили. Пошли дальше. Идем. Туда на водопады сходили. Обратно идем. Слышим какой-то прям такой треск. Влево, ну влево так, в гору. Что такое. Постояли головами, потратили. Маленько проходим по тропе. Смотрим, корова лежит. Еще одна. И вот начало тропы до водопадов. Для такого путешествия важно правильно выбрать одежду. Надеть теплую куртку, лыжные штаны, непромокаемые варежки и, главное, теплую обувь, желательно высокую. Ходить придется много. Конечно, экипировка должна быть соответствующая. Зимой дорога до водопадов еще более опасна и непредсказуема. Снег скрывает тропу, поэтому острые камни, а также воду, протекающую рядом реки, совсем не видно. Главное угадать с погодой. В этот раз все сложилось удачно. Прекрасная погода, нам повезло. Первый водопад каскада, который встречают на своем пути туристы, ласковый мираж. Летом он не шумный, поэтому его появление неожиданно. Этим и объясняется название. Кстати, оно не одно. Еще есть скаты и трамплин. Высота этого водопада 10 метров. Вода здесь не падает вниз, а скатывается под наклоном. Она кристально чистая, поэтому ее можно пить. Следующий водопад – рассыпной. Или, как его еще называют, йог. До него почти 3 километра. Ну вот он и второй водопад. Привет, йог. Йог уж очень живописный. Поток воды падает с 20-метровой высоты. Сначала на скалистую площадку, а затем рассыпается на множество брызг. Зимой это ледяное произведение искусства действительно поражает своей красотой. В такой атмосфере самое время помедитировать, очистить мысли от всего лишнего. Ходим сюда часто. Я думаю, что Денисовец здесь тоже был. Потому что что-то рядом, и не посетить водопады, Денисово пещер, не посетить водопады – это неправильно. Поэтому он здесь был, и мы идем по следам Денисовца. До третьего водопада – жирафа. Дошли не все. Это и неудивительно. Дорога до него трудна летом, зимой еще более непроходима. Но у тех, кто туда все-таки попал, впечатлений на всю жизнь. Вы столько потеряли, что туда не пошли. Ну ты что? Водопад призрачный настолько обалденный. Это вообще красоту такую не увидели. Статистику посещения водопадов, конечно, пока никто не ведет. Некоторые в шутку говорят, только водопады знают, кто и когда здесь был. И хранят секреты каждого. Яна Аксенова, Софья Житина, Дмитрий Козерлыга. Новости. И о спорте. 37-я зимняя Олимпиада сельских спортсменов официально открыта. Торжественная церемония прошла на Павловском стадионе «Юность». Там работает наша съемочная группа. На связи со студией мой коллега Вадим Слюсарев. Вадим, привет. Сколько участников собрала эта Олимпиада? Да, Ян, привет. 759 участников из 43 районов края. Только вдумайся, какой масштаб. Хотя сейчас и не скажешь. Стадион уже пустой, потому что торжественное открытие прошло. И все уже разошлись по домам. Но что впечатляет в первую очередь, что столько участников, несмотря на лютые сибирские морозы, сюда приехали, в Павловск. И мы уже говорили в эфире в 10 утра, что интригой этого дня была, будет ли лыжная гонка на 5 километров у мужчин и на 3 километра у женщин. Ее переносили дважды, но в итоге она состоялась. И лыжники вышли на старт победить среди мужчин. Победили, представите, Шипновского района. У женщин, к сожалению, я сейчас не помню, но тоже точно помню, что на старт вышло 63 лыжницы. Если еще говорить о соревнованиях, то на сегодня они завершились. Сегодня спортсмены отдыхают. Ну а завтра новый день, который начнется рано, в 7.30 утра начнутся соревнования по рыболовному спорту. На этом у меня все. Яна, слово тебе в студию. Вадим, спасибо большое. Пожелаем успехов всем участникам соревнований. На этом наш выпуск завершен. Еще больше новостей на нашем сайте katun24.ru С вами была Яна Аксенова. Увидимся в 20.30.